всем привет сегодня 17 марта 2019 года киевская область 50 километров от киева значит открыла я свои инжиры которые находятся у меня в траншеях и в них соответственно зимовали значит двух словах буквально еще раз напомню предыдущих видео рассказывала но напомню что укрывала их следующим образом пригибала к земле металлическими скобами которые длинненькие те которые коротенькие просто пригибались без дополнительной фиксации значит сверху закрывала спонбондом агроволокном несколько слоев и засыпала землей не особо много земли сверху буквально так чтобы покрыть также сверху вот они стоят вдоль забора деревянные щиты вот такими вот щитами накрывала значит сверху пленку и периметр присыпала землей и все вот такая вот у меня была зимовка никаких соломы там какой-то там ботвы помидорной кукурузной сушеная ничего этого не было просто агроволокно земля щит и все вот такая вот была зимовка и перед тем как пригнуть это все земле и укрыть я весь как бы всю площадь земли вокруг кустов засыпала золой так достаточно обильно значит вот все и пооткрывала следов мышей как многие жалуются что от мышей пострадали кусты мышей совершенно я не обнаружила ну я уже как бы отвечала там на вопросы в комментариях что у меня как-то у меня вот есть лавка это вот там такая маленькая собачка там у меня вообще их четыре и эта маленькая собачка за восемь лет жизни у меня она попереловила наверное всех мышей то есть попереловила всех майских жуков мышей жаб ящериц в общем все что у меня на участке ну понятно какие-то где нигде забегут очевидно но я сама наблюдала сто раз как она за ними охотится как она их и вытаскивает и из нор выкапывает в общем охотница может быть может быть потому что у меня их просто здесь нету может быть зола их отпугнула не знаю ну опять же может быть они еще все таки привлекаются вот этой вот всей сушеной ботвой от растений различных может быть из-за этого у людей заводятся не знаю вот у меня ну не совершенно никаких последствий мышиных значит все абсолютно все я проверила все немножечко так царапнула посмотрела все абсолютно кустики живые по сортам ну тут все сложно поскольку я уже тоже предыдущих видео рассказывала жуткая просто совершенно пересортится в общем кошмар то есть несколько только сортов которые вот у меня подписаны допустим вот это произошло опять же несчастье вот теперь вот эта этикетка которая висела на этом инжире она выцвела и теперь уже тоже не знаю что это за инжир не помню ну такое дело не сильно это важно будут урожаи будем вспоминать вот вот это вот у меня одна траншея вот это такая конечно и переделывать нужно будет в этом году на более такую прочную делали в то время из того что было шифера не хватило вот это вот инжир сто процентов далматский вот это я точно знаю потому что и фиги были и листья ну в общем далматский он а вот эти вот какой-то из них вот тот по моему рандино заморыш и вот этот вроде бы как серый ранний тоже заморыш еще две траншеи у меня есть значит вот это белый адриатический довольно неплохой кустик и вот можно увидеть видите он абсолютно живой полностью сухенький прекрасный то есть вот этот вот метод мне понравился но может быть еще и зима конечно было не особо холодная вот это вот туркиш браун еще одна траншея тоже непонятно кто все они живые так что такие вот дела единственное наверное я притащу сейчас свои парники может быть не сегодня завтра что сегодня в принципе хорошая плюсовая температура вот и ночью тоже будет плюс 4 плюс 5 вот если время мне сейчас позволит то сегодня притащу нет так завтра и накрою парниками такими из агроволокна подснежники они как там называются и такие довольно такие ерундовые но в принципе проблему вот эту вот с холодным ветром марте месяце еще и в апреле очевидно я думаю что она решит каким-то образом защитит но дело в том что не открывать их уже тоже было нельзя поскольку вот эти сейчас плюсовые температуры могли привести просто к выприванию поэтому вот таким образом я поступлю ну и конечно так увлеклась все укрытие манджира что не смогла остановиться буквально два слова раскрыла я всю свою хурму которая была ну ранее посаженной которая была посажена осенью и всю проверила вся хурма живая то есть все вот эти вот у меня но это отдельно по ней сделаю съемку сейчас я ее укрыла проверила сейчас буквально в один слой там два намотаю агроволокном поскольку побелку посмотрела у меня побелка закончилась и надо было конечно стволы побелить но не имею сейчас такой возможности тоже это скорее все буду делать завтра послезавтра а пока вот сейчас они так постоят немножко подсохнут и в один слой буквально я их тоже укрою потому что погода еще конечно довольно таки переменчивая и похолодание будет и снег еще выпадет в общем еще все не так то просто вот такие вот дела оставляйте комментарии большое спасибо за внимание до новых встреч до свидания спасибо за внимание